Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас в Центре Славянских Культур. Меня зовут Иван Ридель. Я историк, культуролог, медиевист, очень люблю средние века и историю и культуру западных славян. Работаю в Центре Славянских Культур и для вас сегодня в рамках фестиваля кино Висла, польского кино, фестиваль польского кино Висла, мы представляем лекцию «Польша и Россия. Исторический дневник». Такой будет небольшой экскурс в историю польской, в историю польско-российских отношений на протяжении веков. Ну, с Богом, начнем. Вообще, польскую историю можно разделить на 11 периодов. В первую очередь, это догосударственный период, с VI по IX век, когда племена западных славян и занимались недели данным, либо по тем данным, которые сохранили для нас иностранцы. Греки, немцы, арабы, те народы, у которых уже была письменность в этот момент, и они, когда сталкивались со славянами, фиксировали для себя какие-то их особенности. И благодаря этому, до нашего времени, эти сведения сохранились. Письменный, догосударственный период польской истории, он длился до IX века. Даже больше, можно сказать, до X века, потому что впервые письменные источники, которые, собственно, на территории Польши были созданы, они возникли именно после крещения польского князя Мешка I, его семьи, и проникновения в Польшу латинской письменной культуры. То есть до этого тоже была бесписьменной. В принципе, то же самое можно сказать и о наших предках, восточных славян. То же самое, не было письменности, жили разрозненные восточнославянские племена, и сведения, которые мы имеем у них, также мы почерпываем из внешних источников. Но когда наступила христианизация, когда элита, а затем и весь народ принял христианство, то начинается эпоха письменности, начинается эпоха исторических источников, написанных уже от руки, не археологических памятников, а текстов, с которыми мы работаем. Догосударственный период заканчивается в IX веке, когда племена западных славян объединяются в племенные союзы, а затем один из самых сильных племенных союзов, Поляне, под своей властью, объединяет всех жителей территории современной Польши. Во главе этого племенного союза Полян находился в тот период династия Пяст. Они происходили в легенде от землепарца по имени Пяст, которого в одной версии боги, в христианской версии единый бог, благословил на управление этими землями. И вот эта династия Пястов, она является первой документальной, исторически засвидетельствованной польской династией. Мало того, что княжеской, так еще и затем королевской. И это уже начинается новый период с принятием христианства в 966 году польским князем Мешко I, начинается период государственный. Когда у нас уже есть письменные источники и конкретные документы, которые указывают на то, что к этому моменту польское государство уже практически полностью сформировалось. уже были и дружина, и система Вече, советов племенных и городских. Ну и, собственно, был князь, в общем, не один князь, а был великий князь, который управлял всеми территориями новообразованного польского государства. И были князи поменьше, которые управляли отдельными небольшими территориями. А великий князь управлял всей территорией. Ну, по-моему, связь или даже параллель с древнерусским государством более чем очевидна. То есть у нас тоже было так. Были князья и был великий князь, который управлял ими всеми. Это вот параллельность древнерусской и древнепольской истории, она очень характерна. То есть когда сталкиваешься с описанием средневековой Польши, очень часто возникают аналогии именно с нашей, с русской историей, потому что исторические процессы в феодальных древней Руси и древней Польши, они очень-очень похожи. Значит, с воцарения, скажем так, династии Пястов с X века начинается второй период, централизованная монархия. Однако этот период длился не очень долго. Уже в XII веке наступает раздробленность. На Руси фактически то же самое. У нас была централизованная монархия. Владимир Красносолнышко, Ярослав Мудрый, но уже сыновья Ярослава Мудрого с собой воевали за власть. А его внуки тем более. То есть раздробленность на Руси наступает фактически в то же время, что и в Польше. Это, по-видимому, закономерности развития феодального общества. После централизации наступает раздробленность. И мы это видим как в Польше, так и в истории Руси. XIV-XV век. Сословно-представительская монархия. Вот в Польше, что характерно, сразу об этом скажем, в Польше сословно-представительская монархия она в результате уникальных исторических обстоятельств сложилась в итоге в полноценную республику. Но это была республика не всех жителей государства, а именно дворянская республика, или как ее принято называть, шляхетская демократия. То есть страной управляли дворяне, управляла шляхта. И это уникальный на самом деле случай, о котором еще подробнее скажем чуть позже. То есть вот сословное представительство в XVI и XVII веках превратилось в уникальную систему государственного устройства, в шляхетскую республику, которая впоследствии выродилась в магнатскую олигархию. XVII-XV век, это период истории Польши, когда все демократические и республиканские институты, которые сформировались в ней с течением времени, оказались в очень глубоком и затяжном кризисе, когда олигархи, магнаты друг с другом делили власть, а мелкую шляхту, мелкопоместное дворянство, они просто там подкупали и использовали своих магнатских олигархических интересов. Конец XVIII века, очень трагическое время для польской истории, когда начались реальные попытки реформировать страну, реальные попытки спасти ее республиканские основы, расширить права шляхты на всех жителей королевства, тоже идеи просвещения, идеи равенства всех людей перед законом. Но эти реформы, к сожалению, не дали положительных результатов настолько, чтобы сохранить государство. Вот эта вот затяжная магнатская олигархия, вот этот вот период, когда магнаты буквально сосали соки из королевства, привело к тому, что страна была не готова ответить на внешнюю агрессию со стороны соседей. И в итоге, в итоге, Польша была разделена между соседними государствами. Германия, точнее Пруссия, Прусское королевство, Австрия, Австрийская империя Гамсбургов, и, что важно для нашей самой темы, и Россия, большая часть Польши вошла в состав Российской империи. И по итогам наполеоновских войн все сложилось так, что даже большая часть польских земель оказалась внутри Российской империи. Так что, вот, 19-й век целиком и полностью, это век, когда Польша, Россия друг с другом настолько уже взаимосвязаны, что это невозможно никак разделить. поляки были Российской империей повсюду, но при этом в Польше было Российское управление. Очень такой важный момент для понимания русско-польских отношений. В 19-й век мы все находились в едином государстве, в едином культурном и политическом пространстве. После революции Польша получила независимость. При этом важно понимать, что благодаря поддержке Антанты, благодаря поддержке Великобритании и США полякам удалось все три разделенных части собрать поедино. Но в этом чуть попозже подробнее скажем. Впрочем, польское независимое государство существовало недолго. 1939 год разделение Польши с одной стороны Советский Союз, с другой стороны фашистская Германия. В итоге польское государство было уничтожено. А в 1945 году на его территориях была создана так называемая Польская Народная Республика. ПНР которая как можно догадаться целиком полностью была социалистической и причинялась руководству которое находилось в Москве. 1989 год перестройка в Советском Союзе и победа солидарности в ПНР когда низовое движение трудящихся поддержанное католической церковью смогло победить диктатуру польской коммунистической партии и добиться демократ демократ демократических реформ. И вот с 1989 года начинается последний на данный момент этап истории Польши который принято назвать Третья Речь Посполитая или Третья Республика современная Польша которую мы сейчас видим и знаем. Вот по этим этапам мы сейчас с вами подробнее поговорим и особенно сделаем акцент на том как поляки и русские Польша и Россия как государство друг с другом взаимодействовали и в чем они друг с другом похожи а в чем отличаются друг от друга. Но мы уже с вами сказали что в древности поляки и русские если можно так назвать это были еще не поляки еще были не русские это были славянские племена западно-славянские и восточно-славянские их было очень много разных вообще вот этот вопрос о национальности он крайне зависит от политических обстоятельств если бы не было Польши не было бы и поляков если бы не было бы Руси не было бы и русских были бы там Кривичи Вятичи Поляне Линдзяне но это вот этническое и национальное наименование оно сформировалось именно во многом благодаря тому что было государством итак предки русских восточной схеме они жили в лесах на полях кто-то в болотах жил Дриговичи и по сути так жили поляки ну точнее предки поляков линдзяне весляне мазавшане все они занимались скотоводством охотой собирательством земледелем абсолютно похожие принципы жизни были и у западных и у восточных с вами затем происходит христианизация сначала будущие поляки принимают христианство 966 год крещения князя Мешка I а затем 980 крестится князь Владимир Красносолнышко но уже здесь мы замечаем разницу Мешка I крестится по латинскому обряду Владимир Красносолнышко крестится по византийскому обряду казалось бы 10 век еще церковь не разделилась еще не было раскола еще как бы Рим и Константинополь они вместе но по факту уже намерился такой коренной серьезный разлом и когда польский князь принимает крещение по латинскому обряду он тем самым уже вступает в культурный и религиозный мир пакс латина мир латинского христианства мир христианства западного обряда в то время как Владимир Красносолнышко принимая крещение из Византии он вступает в мир восточного обряда мир православного христианства и вот это разделение оно поначалу оказалось незначительным потому что церковь была еще едина оно впоследствии все больше и больше отдали друг от друга культурные миры Польши и Руси хотя казалось бы религия одна но культурный подход к жизни к организации политического и культурного пространства он разный одно дело ориентация на Рим другое дело ориентация на Византию одно дело ориентация на латинскую культуру и другое дело ориентация на культуру греческую и на культуру телево-мефодиевской традиции Мы знаем, что поляки не приняли Кирилло-Мефодиевскую традицию. Они проводили богослужение на латыни в течение тысячи лет практически, в то время как наши русские князья, приняв христианство из Византии, они приняли и богослужение на славянском языке. Благодаря тому, что Кирилло-Мефодиев за сто лет до этого осуществили великое дело перевода богослужения на славянский язык, перевод священного писания. Здесь уже очень большой культурный перевод. Если так обобщить, польская культура целиком ориентирована на европейские образцы, на римские образцы с самого начала спела, а русская культура, назовем ее такое слово, древняя русская культура, ориентирована на образцы византийские, на образцы, которые передали нам Кирилл и Мефодиев. Мешка Первый и его сын Болеслав Первый храбрый. Они создали, по сути, польское государство, они его укрепили и развили. И про Болеслава скажем одну очень важную вещь. Старший сын князя Владимира по имени Святополк, который мы с вами знаем по прозвищу Окаянный, потому что он своих братьев Бориса и Глеба лишил жизни. И за это получил такое прозвище, как подобный Каину, первому брата-убийце. Вот Святополк Окаянный был женат на дочери Болеслава. То есть Болеслав был его тестем. Мы видим здесь уже прямые династические связи и большие тесные контакты между древнерусским и древнепольским государством. И когда Святополк Окаянный пришел к власти в Киеве, а против него оплачился Ярослав, Мудрый и другие оставшиеся в живых братья, то Болеслав оказал Святополку поддержку, как своему зятю. Он выделил войска, не вторглись на территорию Киевской Руси и военным, боевым образом выразили свою поддержку Святополку. Состоялась битва, состоялось сражение. Болеслав очень сильный военный контингент ввел в Киевскую Русь. И действительно могло произойти так, что древнее польское государство захватило бы древнерусское. Это был вполне вероятный исход, потому что Болеслав храбрый, был очень хорошим руководцем. Очень большие территории он к тому моменту уже завоевал. И завоевать древнерусское государство, в принципе, он тоже мог. Но благодаря успешной военной и политической деятельности Ярослава Мудрого удалось это вторжение остановить. Святополка Каянный был побежден, поляков с территории Киевской Руси все-таки изгнали. Но большую часть территорий они у Киева отъяли и к польскому государству присоединили. То есть сама Киевская Русь осталась независимой. С того, как Каянный был изгнан, великим князем стал Ярослав Мудрый. Но часть территории, западные территории Киевской Руси были уэским королевством взяты. Не стоит думать, что отношения русских и поляков всегда были именно военными. Именно противостоянием на поле боя. Это неправильно, потому что очень часто русские и поляки встречали военные союзы. Вот мы с вами говорили, что старший сын Вадимира Красносонышка был женат на дочери польского князя, который стал первым польским королем. Болеслава Папа Римский благословил на то, чтобы быть королем. Это гораздо более серьезный статус с точки зрения средневекового европейского мышления. То есть связи куда более, чем тесные. Это реальные братья, сестры, сваты и тести с детьми. Впоследствии мы с вами сказали, что как в Польше, так и на Руси наступает раздробность. Очень похожие и близкие по духу и смыслу. Процессы происходили в древнерусском и древнепольском государстве. Более того, в древнепольском государстве раздробность усугублялась тем, что большая часть населения страны не хотела принимать христианство. Вот о древнерусском государстве мы знаем лишь отрывочные среднии имеем о том, чтобы русичи не принимали христианство, чтобы они бунтовали, чтобы они какие-то устраивали погромы и что-то тому подобное. В повести временных лет мы читаем, что в Новгороде были какие-то серьезные проблемы, а остальные обитатели древнерусского государства особо как-то не противились. А вот в Польше очень большая часть населения воспротивилась принять ее христианство. И начались целые восстания и полноценное противостояние княжеской власти. Так что некоторым княжесням даже приходилось эмигрировать и бежать, потому что против них поднималась очень большая часть населения, которое хотело оставаться в язычестве и не хотело принимать христианство. Возможно, я сейчас не берусь делать далеко ведущих выводов, но возможно, что это связано с тем, что западное христианство пришло в латинском формате. То есть люди, неграмотные, необразованные, большая часть людей, живых на территории Древней Польши, они просто не понимали, что происходит, что все эти люди, на каком языке они говорят и чего они хотят. Потому что, видно, священство было в тот момент пришло, на славянских языках особо не разговаривало, богослужение совершалось, но латыни проповедь, из как это велась, то, видимо, среди образованной части населения, это меньшинство, это элита, там, князь, его семья, высшее военное знать. Простым, скажем, полякам это все было недоступно, они не понимали, что за новая религия, чего от них хотят. Они хотели поклониться своим языческим богам и жить, как всегда до этого жили. В итоге, в итоге, эти языческие мятежи были преодолены, заручившись поддержкой христианских соседей, польские князья восстановили свою власть на территории государства, и постепенно начинается движение к тому, чтобы все-таки проповедь на территории польского государства осуществляли местные проповедники, то есть люди, которые прекрасно знают славянский язык и могут простому люду объяснять, в чем суть новой веры и зачем она нужна. Это важный, на самом деле, миссионерский такой прорыв, где нам кажется это очевидным, что если ты хочешь миссионерствовать, надо проповедовать на понятном языке. Но в средние века не так уж много людей это понимало. Многие считали, что если князь принял какую-то новую веру, то всех остальных нужно просто заставить эту веру тоже принять. И очень важно, что в результате всех этих событий Польша началось движение к понятному для простого населения христианству, к адекватной проповеди. На Руси вот этой вот языковой проблемы, как таковой, тогда не было, потому что богослужение было на славянском языке, и проповедники и священники тоже старались говорить на славянском языке, и многие были из местного исселения. При этом тоже одно из важных отличий, в древнепольском государстве образование священники получали за рубежом. То есть, если человек хотел быть священником, его отправляли за границу, туда, где уже был образовательный центр. И он, получив там образование, возвращался назад и занимался делом христианской проповеди и богослужений. А на Руси в самом начале стали создавать образовательные центры здесь, на месте. Чтобы человеку не нужно было куда-то там ехать далеко, чтобы он здесь уже, в Киеве, и при монастырях уже мог получать образование. По большей части за это нужно сказать спасибо Кириллу и Мефодию. Они подготовили эту славянскую базу, которую мы, наши древние предки, приняли и смогли ее на практике внедрить в древнерусском государстве. Конечно, были там шероховатости, детали, но вот это отличие, главное, между польским путем и русским путем надо для себя зафиксировать. То есть русские, в кавычках, да, древние русы получили христианство в славянской форме. Древние поляки учили христианство в форме латинской. Затем раздробленность. В принципе, очень похожий этап, да, об этом можно сказать. И затем, и затем монгольское нашествие. Монгольское нашествие было как на Русь, так и на Польшу тоже. Вот об этом не так многие у нас в России знают, что монголы, когда прошли насквозь всю Древнюю Русь, они, соответственно, дошли до Польши и там тоже устроили резню. То есть в битве против монголов погиб польский король, когда я был и честивый, и большая часть польской знати. То есть польская государственность была практически разрушена. Монголы просто уничтожили всю власть в стране. Но впоследствии, когда они дошли уже до Венгрии, до Хорватии, они приняли решение, что дальше Руси, у них нет ресурсов продвигаться. Они поняли, что Русь они еще удержат за собой, а дальше, когда огромный европейский мир, они его не смогут контролировать. Ихан Батый, нам с вами хорошо известный, он сконцентрировал свое внимание именно на Руси. То есть Русь стала таким рубежом между Монгольской империей и Европой. Вот этот период монгольского иго, владычества Золотой Орды, он, конечно, внес уже коренные изменения в отношении русских и поляков. Теперь Русь оказалась полностью зависима от Монгольской империи, оказалась в полном ее подчинении. И все свои духовные и культурные силы Ревнерусское государство направило на то, чтобы сохранить хоть что-то из своего прежнего культурного, религиозного богатства и не потерять полностью себя под управлением инодерных захватчиков. А польское государство, оно, по воле судьбы, оказалось вне этого господства монголов и смогло сохранять свою независимость. И в нем тоже прошли процессы кардинального изменения и перестройки. В этом новом польском государстве больший акцент делался на местном самоуправлении, скажем так, будут современные понятия. То есть была широкая автономия у местных частей, у локальных частей государства. Один из величайших польских королей, правивший в 15 веке, Казимир Великий, он закрепил этот принцип, что местная шляхта, собирающаяся, местные дворяне, собирающиеся на Сене, на Совет, она определяет законы этой вот территории, которую она представляет. И власть сеймов в Польше, она постепенно все больше и больше росла. Почему она росла? Ну, по одной простой причине. Потому что королям нужна была поддержка дворянства. Они что так не располагают к тебе дворянство, как новые привилегии со стороны королевской власти. Хочешь, чтобы тебя поддержали дворяне, дай им больше прав. Вот Казимир Великий это заметил, обратил свое внимание. И в результате поискому дворянству были даны широкие права. И затем эти права все больше и больше росли. Новые короли давали все больше и больше прав. Пошу прощения, я сейчас заметил, что я оговорился. Я сказал, что Казимир в 15 веке, Павел, это ошибка, случайно оговорился, в 14 веке. Казимир провел в 14 веке и был последним королем из династии Пястров. У него не было сыновей, потому что он здесь был великий правитель, великий король. Но сыновей он после себя не оставил. И после его смерти страна оказалась в кризисе, в генетическом кризисе. Непонятно, кто будет следующим королем. И на съезде дворянства из Нади было решено заключить унию, то есть союз, по которому одна из дочерей Казимира выходила бы за некого наземного князя или короля, и этот бы князь-король становился бы и польским правителем. Велись серьезные обширные споры, кто это может быть. И в результате польская знать сделала выбор в пользу соседа, в пользу великого князя литовского Ягайла. Или, как его в Польше называют, Ягелла. Вообще, о великом князе литовском нужно сказать отдельно. Это очень большая и глубокая тема. Мы ее лишь вкратце зафиксируем, что когда монголы стерли с лица земли Древнюю Русь, ну, я так буду по-простому говорить, Древняя Русская государственная была фактически уничтожена в результате монгольского нашествия, то западные территории Руси для того, чтобы избежать порабощения монголами, пошли где-то добровольно, где-то не очень добровольно, где-то литовцы все-таки повоевали, как-то видно. Так вот, западные территории Руси пошли на объединение с литовским княжством. Что такое литовское княжество? Это территория, подвластная литовским правителям, которые были язычниками. Литовские идиане были язычниками, они не были христианами. Но они приняли в земле Литвы православные западно-христианские, западно-русские княжества. И несмотря на то, что сами были язычниками, на территории этого великого княжества литовского, они соблюдали принцип веротерпимости. То есть православным разрешено было быть православным, хотя сама литовская знать оставалась языческой. Это очень любопытный и уникальный случай веротерпимости в средние века. Надо отметить, что в Великом княжестве литовском большая часть населения вставляли вот эти вот жители западно-русских земель. Таким образом, в результате монгольского нашествия вот этого перехода западных княжеств в Великое княжество литовское между Древней Русью, как мы ее себе представляем, и Польским государством впервые образовалось нечто среднее, некое третье государство. И Великое княжество литовское ввело свою политику, свою внешнюю политику, свою внутреннюю политику. Где-то оно сотрудничало с монголами, было и такое, а где-то оно сотрудничало с Москвой, где-то сотрудничало с Польшей. Очень по-разному вели себя литовцы в зависимости от политической ситуации. Например, на Куликовской битве с вами знаем, что Мамай заключил договор с литовцами. Они должны были подойти с запада и московское русское войско атаковать. Но они не пришли. И вот историки здесь просто говорят, почему они не пришли? Просто там опоздали, не успели, всяко бывает. Какие-то обстоятельства помешали? Или они поняли, что для них выгоднее, чтобы Мамай пройкал? Вот это вопрос. Я на него сейчас не имею ответа. Я просто хочу вам сказать, что Литовская Русь, как мы называем в историографии, это очень-очень важный фактор в истории Восточной Европы средних веков. И вот конец XIV века польская знать решает, что дочь Казимира должна выйти замуж за Литовского князя. Регаева приезжает в Краков и вступает в брак с Север Север с дочерью короля Казимира. Заключается Крепская уния, то есть Крепский союз, по которому польское государство и литовское государство теперь едины. То есть мы с вами понимаем, что большая часть русского православного населения, западного русского, мы привыкли говорить, оказалась теперь в составе полис плитовского государства. Но по Крепской унии Польша и Литва сохраняли очень большую независимость друг от друга. То есть по сути у них остался единый только король, а так в Литве была своя власть, и Польша была своя система власти. И они далеко не всегда с другом пересекались. Ну как такие Соединенные Штаты Польши и Литвы. У них были свои законы, свои деньги в каждой отдельной части. Впоследствии в 16 веке, то есть практически веселят спустя, была заключена новая уния, новый союз, который принято называть Любинская уния. И вот по этой унии, по этому договору уже Польша и Литва объединялись гораздо более тесно. Прошу прощения у нас тут музыкальная пауза. Наша библиотека закрывается через 15 минут. Прозволь готовится к выходу. Ждем вас завтра в 11 часов справа. Вот так вот. Польша и Литва в результате Люблинской унии объединились гораздо более тесно. Литва фактически была поглощена польским королевством. Но к 16 веку уже было не совсем королевство. Это была вот та самая шлихетская дворянская республика. Короли все более и более расширяли власть шляхты. Точнее даже не очень добровольно они это делали. Потому что дворяне сами воролись за свои права. Они почувствовали, что они на своей земле могли быть хозяевами. Что король-то это первое среди равных, а вовсе не какой-то небожитель. И к 16 веку права дворянства были уже максимально расширены. Люблинская уния зафиксировала создание Речи Посполитой обойга народов. В переводе на русский язык Республики двух народов. Так и было названо это государство. В чем заключалось его республиканство? В том, что дворяне управляли страной через сеймы. Они собирались на советы, на сеймы. И в итоге сводились на самый главный навальный сейм. Вальный сейм. И этот сейм он физически управлял стороной. Он выбирал короля. он мог высказать неодобрение короля. принимал законы. И даже было разрешено в случае, если король нарушает законы, если король противодействует сейму, было разрешено против короля организовать рокош. То есть восстание. Ну, не просто восстание, там, сеймом и секретом. А именно рокош. Объявить, что мы начинаем рокош. То есть разрешенное законами Речи Посполитой восстание против незаконных действий короля. Какой был прям прописан в законах Речи Посполитой. очень интересный и уникальный феномен. Было ли что-то подобное в России? Вот вернемся к нам. Параллелизм. Пытаемся последить. Мы видим, что когда Московская Русь освободилась от господства монгольской и татарской власти, она пошла не по пути сословного представительства, а больше по пути централизации власти. То есть в Польше мы наблюдаем свободу на местах, то есть шлях течений, дворяне в своем округе, они реальной властью обладают и на советах, на сеймах они решают, как эту территорию организовать, как ее управлять. А король это просто выборный чиновник, который выбирается конечно пожизненно, но все-таки выбирается. Что же в Московской Руси? Московской Руси, династия, Московской Руси, Московский князь, великий князь, государь, а затем царь, который четко ограничивают права местных знаний. Иван Третий ярчайший пример, он великий, безусловно, князь, и к нему с моей стороны огромное почтение и уважение, но Новгородскую и Псковскую Республику он уничтожил. С вами знаем, что в Средние века в территории Руси были две боярских республики. Это Республика Новгорода и Республика Пскова. Иван Третий, великий князь, московский, когда завоевал Новгород и Псков, Республиканское устройство в них полностью уничтожил. В то время, как в Польше в этот момент, в Польшу, в Польшу-Литовском государстве, республиканские тенденции только увеличивались, только росли. По многому под влиянием идеи эпохи Возрождения, когда образованная часть общества знакомилась с античными образцами, с античными идеалами Римской Республики, античными идеалами Греческой Республики, афинской демократии, в том числе. То есть, мы видим противоположные тенденции. В России централизация, авторитарная власть великого князя и царя, а в Польше демократизация это сложно назвать, потому что все-таки только дворяне обладали правами, но по сравнению с абсолютной монархией все-таки это можно назвать республикой. И вот еще один водораздел, между Россией и Польшей, между русскими и поляками. Во-первых, разные варианты христианства, во-вторых, монгольского завоевания у одних боевого, но у этих нет. И в-третьих, республиканские тенденции и абсолютистские тенденции, во многом заданные византийским образцом и монгольским образцом. Это важно понимать, что когда Иван III строил свое государство московское, он брал пример с Чингисхана и с его потомков, потому что это был самый яркий наглядный пример для всех живших в московской Руси. Было понятно, что это государство монгольского было сильным, было хорошо организованным, и если на него ориентироваться, то можно построить и свою государственность, чем, собственно, Иван III его потомки и занимались. Вот до Ивана Грозного. Кстати, про Ивана Грозного курьезный такой немножко момент, что когда в Польше были очередные выборы короля, одна из партий, знаете, предлагала на эту должность Ивана Грозного пригласить. Но, естественно, большая часть воспротивилась этой идее, потому что Польши были наслышаны о методах московского царя. Многие прежние соратники Ивана Грозного, которые помогали ему в рядах избранной рады, могли реформировать страну. Впоследствии, когда он начал репрессии и преследования своих соратников и своих оппонентов, они бежали, в том числе в Лего-Княжества Литовское. входивший в тот момент состав Речи Посполитой. Поэтому в Польше прекрасно знали, как он Иван Грозный, и чем он особо знаменит в своем подавлении несогласных. В тот момент, что на демократических выборах, словно говоря, был выдвинут кандидат Иван Грозный. Но он не победил в речь посмотреть. При Иване Грозном с Польским Королевством велись войны, в рамках Ливонской войны интересы Польского Королевства и Русского Царства тесно очень столкнулись друг с другом, но наиболее, конечно, острая и болезненная эпоха, которую до сих пор многие вспоминают с грустью, это смутное время. Конечно, эта вот поддержка, которую польские короли оказали уже Дмитрию и его войскам, это безусловно, безусловно, очень трагический момент в взаимоотношениях России и Польши. Но нужно понимать, что польский король тогда не обладал какой-то полнотой власти. Это очень важная деталь. То есть на словах польский король поддержал уже Дмитрия. Но на деле, когда он захотел отправить с уже Дмитрием польские войска, шляхтищи дворяне воспротивились, сказали, мы не пойдем. Зачем нам это надо? Мы не хотим ни с кем сейчас воевать. Представьте себе, на Руси кто-нибудь сказал бы царю, мы не хотим воевать. А в Речи Посполитой такое было вполне нереально. Потому что был выбранный король. Шляхта его выбрала, и он говорит, пойдемте воевать, а не будет. Но мы не хотим. То есть сей мог отберуть предложение короля о начале войны. Поэтому с уже Дмитрием не пошли польские войска, как войска всего королевства. С ним свои войска отправили лишь отдельные представители магнатов. Ну, как бы, олигархи. У каждого крупного феодала-олигарха были свои войска. И вот, например, знаменитый магнат Мнишек, он отправил с Джей Дмитрием свои войска. И свою дочь в качестве жены, да, Марина Мнишек, знаменитая дама в Семьевесле. Затем когда уже Дмитрий победил, он победил в основном не силами польских войск, он победил благодаря тому, что его поддержали многие русские города, простой народ, элита поддержала. Все же в итоге пристегнули это уже, Дмитрий. Не стоит как-то демонизировать поляков, я вот о чем хочу сказать, что части польских магнатов было выгодно влезть в интересы русского, влезть в русские земли, влезть в русскую политику. Но далеко не все, далеко не все. Польша сама в тот момент находилась в очень непростом внешнеполитическом положении. Тридцатилетняя война, она же затем не просто так началась. Польша находилась в серьезном окружении и фактически со всех сторон по-серьезному ее окружали противники. И даже у поляков в то время сформировалась такая установка, что Польша это бастион христианства, окруженный врагами. Со всех сторон протестанты, православные, с юга, с юга мусульмане, а вот мы только католичество сохраняем. Такое представление было очень характерным для польских дворян этого периода. Поэтому лезть куда-то еще в Московию, им это было далеко не всем. Но кому-то было в части. Впоследствии, когда смотра на Руси усилилась, когда убили уже Дмитрия, когда пошла полная анархия без власти и Семибоярщина хоть как-то закрепилась в Москве, она сама Семибоярщина пригласила на русский престол поискова королевича Владислава. Это нужно тоже понимать, что не поляки такие жуткие вошли и стали завоевывать русскую землю. А русские бояре знать высшее вообще куда уж выше, 7 главных боярских родов в Москве находящиеся вызвали из Польши Семибоярщина Владислава и сказали приходи будешь нашим царем. Но поставили ему условие при неправославии. Владислав вроде как не прочь был быть царем, но православие принимать отказался. Возникла некая такая ситуация крайне мутная, что по-простому сказать. То есть непонятно, будет он царем или не будет. Если он неправославный, как он может быть царем православной страны, естественно, народ не примет. Возникли серьезные на этот счет проблемы. Как у Семибоярщины, так и у всех остальных, кто я поддерживал. но Владислав все это воспринял как то, что его позвали, и он законный, соответственно, правитель Руси в Москве. Он собрал войска и направился на Москву как законный королевич. отметим так же, что Василий Шуйский, который воевал с поляками, он пригласил в качестве союзников шведские войска. Это очень важный момент, потому что поляки в тот момент со шведами находились в состоянии войны. И вот русский царь Василий Шуйский приглашает шведов в качестве союзников. Тогда поляки выбирают войну русскому царю, потому что он союзник наших врагов, значит, наш прав. Мы и так с ним воевали. Ну, а теперь и подавно. И уже в этот момент войска польского королевства входят в Москву. Уже король Сигизмута и его сын Кривич Владислав они хотят действовать как интервенты, как оккупанты, захватывать русские земли. Я к чему такой подробный, можно даже запутанный экскурс в смутное время сейчас провожу? Потому что мы понимали, что ничего не происходит просто по злой воле каких-то комплектных людей. Всегда в истории достичения множества разных обстоятельств. Если бы русские люди не приняли уже Дмитрия, никакие бы внешние силы его не проталкивали. если бы Семя Боярщина не позвала Кривича Владислава, вряд ли бы он оказался в Москве. И польский гонизон в итоге вряд ли бы закрылся в Кремле. Как мы с вами знаем по истории нашей страны. То есть все очень взаимосвязано. Никогда не бывает так, что просто кто-то один захотел и пошел вперед. Всегда очень тесно происходит взаимопереплетение разных исторических воль и стремлений. К сожалению, часто приходится слышать, что поляки на смутное время очень испортили, можно сказать, разрушили нашу государство именно поляки. Но исторически это не достоверно. Страна оказалась в кризисе в результате критики Ивана Грозного, в результате кризиса династии, потому что у Ивана Грозного остался единственный сын в живых, и тот умер бездетно. То есть она оказалась в кризисе и так. Уже Дмитрий усугубил это все, но поляков он с собой взял лишь отдельные гарнизоны. Большая часть сторонников уже Дмитрия были казаки. То есть все валить на Польшу это неправильно. Это недостоверно исторически. Ну так вот. Слава Богу, смотное время закончилось. Очень тяжелые были, конечно, переговоры с Польшей. Владислав долго не хотел отказываться от своих прав. Он же считал себя законным. Царем вот что важно. Его пригласили бояре. Он считал себя, что я законный царь Московий. Очень на большие уступки пришлось идти Михаилу Романову, чтобы отстоять законность своей власти. В итоге Польша признала его законным царем. Ну, вообще 17 век очень тяжелый был взаимоотношений Россия и Польши. И в принципе Польши со всем миром. Потому что Польша в этот период участвует в 30-летней войне против протестантов. Собоистров у нее протестантская Германия, и в основном у нее протестантская Швеция. Я упрощаю немножко в Германии эту совокупность разных княжеств, но по сути реально Польша оказалась в окружении протестантов, которые воевали с ней как с католическим государством. Последняя война это очень руткое время для польской истории. В частности в это время произошел знаменитый потоп. Это так называемое вторжение шведских войск на территорию Польши. Когда шведы наводнили потоп водой, наполнил всю территорию королевства. Просто везде были шведы, захватчики, которые Польшу уничтожали. Очень сложный период. Период раздробленности, когда шляхчики воевали друг против друга. Дни выступали каприестанты, другие из-за католиков. Очень тяжелое время для польского государства. В итоге ослабленная 30-летней войной, ослабленная потопом, ослабленная магнатская олигархия, которая из королевства продолжала тянуть все соки. К концу XVIII века Речь Посполитая предстоит перед нами как умирающее государство. Реформаторы пытались влить в него новую жизнь путем изменений, путем реальной демократизации, то есть, чтобы каждый житель королевства имел равные права, была принята Конституция 3 мая 1791 года, по которой все жители Польши были уравнены в правах. практически это одна из первых конституций вообще в мировой истории, в которой возглашалось равенство всех принят законам. Но это не спасло Речи Посполитов. Потому что она была настолько уже ослаблена прежними действиями магнатов, прежними войнами, прежней нестабильностью, что для соседей она была крайне легкой добычей. И сильная военизированная авторитарная Пруссия, и сильная Австрия, и сильная абсолютистская Россия вот этой вот шлихетской демократии, продавшейся в кризисе и в полном истощении противопоставили свою военную и политическую мощь. Польша была разделена на три части. До 1914 года поляки пытались восстановить свою государственность, были неоднократно восстания, потому что Александр Первый дал большие права, Польша создав царство польское с особыми правами, с конституцией, чего не было в основной части империи. В царстве польском была конституция, были права у местного населения широкие. Но Николай Первый эти права отменил, конституцию отменил, ввел в царстве польском очень сильный контроль и цензуру. И мы знаем, что даже были у некоторых государственных деятелей Российской империи планы потом, чтобы полностью польский язык уничтожить, чтобы заменить его русским, потому что все славяне языки, зачем польские какие-то слова. То есть такая русификация насильственная проводилась со стороны империи. что, конечно, вызывало у поляков отторжение и приводило к восстаниям, к противостоянию с имперскими войсками. Царство польское это было крайне неспокойное место для Российской империи. Было очевидно, что поляки имеют многовековую историю, имеют многовековую культуру, и они хотят независимости или хотя бы широкую автономию. А имперские власти боялись этого. Они боялись терять земли Польши. боялись дать им хоть какую-то автономию. И вот к моменту Первой мировой войны ситуация изменилась. Даже царь Николай Второй пообещал полякам, что если они помогут победить в войне против Германии, то в рамках империи получат крайне широкую автономию. Отметим, что то же самое повещали австрийцы, которые воевали против России. Они сказали, что если поляки помогут им победить Россию, то австрийская империя не получит автономию. С двух сторон велась такая пропаганда по тому, что перетянуть поляков в итоге история повернулась совсем не так, как того ожидали и российские власти, и австрийские власти, даже сами поляки. Юзеф Пилсудский, который стал первым президентом независимой Польши, в начале войны рассчитывал лишь на автономию польского короляца в составе австрийской империи. Но к концу войны ситуация настолько изменилась, что оказалось возможным воссоединение всех польских земель в одном государстве. Война закончилась, революции сменили власть почти во всех проигравших странах и в России, которая не проиграла, но оказалась, к сожалению, наиболее подвержена революционным событиям. И Польша оказалась наконец независимой, обвинила все свои территории. Однако, когда советская власть в России закрепилась, большевики поставили себе задачу вернуть Польшу в состав советского блока, точнее, в состав советского государства. и сделать ее плацдармом для коммунистической власти в Европе. Реально Ленин ставил задачу, что сначала мы сделаем Польшу коммунистической, а затем с помощью немецких коммунистов мы сделаем Германию коммунистической, ну а там и вся Европа станет коммунистической. Реально были такие планы у большевиков. В 1920 году произошла советско-польская война, в результате которой чудом полякам удалось содержать победу. До сих пор события этой войны называются чудо на Висле, так поляки ее называют. То есть уже советские войска были под Варшавой, и оставалось им взять столицу и война выиграна. Но благодаря тому, что польским войскам удалось расшифровать шифры, которые передавались по радиосвязи, удалось выяснить планы советских войск, Польша смогла оставить свою независимость. Советские войска были полностью разгромлены под Варшавой, уже находились под столицей. Польша. Пакт Молотова-Реметропа знаменитый, точнее, советско-германский договор о ненападении и секретное приложение к нему говорило опять о том же. Советский Союз хотел польские территории включить в состав своей зоны влияния. 1929 год, как это многие называют, четвертый раздел Польши, фашистская Германия забирает себе западные территории, Советский Союз забирает себе восточные. Естественно, это катастрофа для поляков, это потеря независимости спустя всего лишь 20 лет после ее обретения. и до сих пор многие из них не могут примириться с знанием того, что со стороны Советского Союза была произведена такая предательская акция, Советский Союз договорился с фашистской Германией о том, что Польшу они разделили. Затем война. Советский Союз против фашистской Германии выступает. В территории Польши очень активные бои. Большава была стерта с лица земли, многие другие польские города были уничтожены. На территории Польши действовали при этом две антифашистские армии. Одна просоветская, другая демократическая. Война заканчивается, эти две армии начинают противостоять друг к другу. Как называются польские историки, начинается гражданская война поляков против поляков. Естественно, просоветскую армию поддерживает советская армия, Красная армия, и Польша оказывается в социалистическом лагере. Создается ПНР, Польская Народная Республика. Благодаря тому, что советская армия буквально на своих штыках поддержала польских социалистов и привела их к власти. Естественно, репрессии, естественно, преследование инакомыслящих, естественно, эмиграция. И для многих поляков Польская Народная Республика это время упадка, время очередной потери независимости, хотя казалось бы, вот Польская Республика, она существует, но целиком и полностью она зависит от Москвы, от КПСС, от того, что скажут коммунисты, большевики из Москвы. Наконец-то 1989 год победа движения Солидарность демократического движения, которое побеждает Польскую Коммунистическую партию. Как это называется Польская Объединенная Рабочая партия ПОРП. И начинается новая история Польши. Действительно независимой, как ее называют поляки, третья речь постолита, третья республика. Сейчас они даже не учитывают Польскую Народную Республику при подсчете республик, потому что не считают Польскую Народную Республику действительно независимой. Что мы видим сейчас? Поворот на Запад, поворот к евроинтеграции и, конечно, неприятие советского прошлого, неприятие насажденной советскими войсками власти социалистов, власти коммунистов. И поляков можно понять, поляков можно понять. Огромное количество их сородичей, их соратников, их соплеменников погибло на полях Второй мировой войны. Погибло в результате действий как фашистской армии, так и советской армии. Погибло в результате расстрелов офицеров. Мы не должны думать, что вот поляки такие неблагодарные, они нас не любят просто так. Это очень неправильный стереотип. Поляки к нам относятся вот как к людям. Они к нам относятся очень и очень хорошо. Но поляки не могут принять советский период. Они считают его для себя периодом унижения и завоевания. и мы это мое мнение. Я его еще никому навязываю, но я считаю, что мы с твоей стороны должны постараться их понять, осмыслить нашу многовековую историю, наши взаимоотношения и не делать акценты на негативе, делать акценты на противопоставлении, а делать акценты на том, что нас объединяет то, что нас делают друг с другом друзьями. И я хочу в конце нашей сегодняшней беседы процитировать очень хорошего исследователя польской литературы и истории господина Лепатова, который очень хорошо сказал о соседстве русских и поляков. Параллельно с давних времен политические конфликты и связанные с ними официальные идеологии порождали, формулировали с большим постоянством поддерживали и актуализировали в зависимости от конкретных исторических обстоятельств негативные образы и отрицательные стереотипы во взаимных представлениях друг о друге как у русских так и у поляков. Это отложилось не только в общественной памяти двух народов, но и порой в научных представлениях, не говоря уже о литературе и публицистике, а в наше время во всех тех сферах, которые в совокупности именуются средствами массовой информации. Мы с вами сейчас обсудили вкратце огромный пласт взаимоотношений русских и поляков на протяжении многовековой истории, и мы видим, что это были конфликты, но были союзы, были идеологи, было очень много общего. О культурном уровне идеологов мы, к сожалению, еще не успели сказать, но он огромен, сколько всего русское государство взяло у польского, сколько всего русской культуры взяло у польской культуры, но это просто огромное количество. Польша для нас была всегда транслятором западных идей, где-то хорошим, где-то не очень, но очень хорошим рубежом, через который Россия впитывала западную культуру. Я хочу нам всем пожелать, чтобы диалог между Россией и Польшей, диалог между Россией и всеми славянскими странами, вообще диалог между всеми странами мира, он развивался, он все более многогранный, и мы не закрывались друг от друга, а находили общие для общения, для взаимообогащения и для диалога. Спасибо всем большое за внимание, желаю всем доброго вечера и всех благ. До ведения. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.